С утра на мосту все в тумане. Дальше вытянутой руки ничего не видно. Строители начинают переживать. Как бы не пришлось переносить время открытия. Но несмотря ни на что, рабочие продолжают натирать перила и ограждения. Я не могла не воспользоваться своей последней возможностью пройти по дороге четвертого моста. Потому что уже через несколько минут здесь пустят автомобильный поток. И движение здесь уже никогда не остановится. К часу икс небо прояснилось. Сотни людей сели в свои авто, чтобы первыми проехать по четвертому мосту. Выстроилась целая очередь. Красную ленточку перерезала целая делегация высокопоставленных чиновников из Москвы. Помощник президента Игорь Левитин, министр транспорта России Максим Соколов, полномочный представитель президента Николай Рогожкин. Посмотреть на новую переправу прилетел и Петр Пимашков. Именно во время его руководства Красноярском был заложен первый камень четвертого моста. Даже в Москве теперь уже депутат Госдумы не переставал следить за его судьбой. Я работаю в Дуне, я ощущаю, мы принимаем решение, когда сокращаем, к великому сожалению, многие программы. Но финансирование моста всегда было, как говорится, по графику. Я думаю, и дальше будет продолжаться, потому что для города Камуш-Кривичи, Татьяне Ивановне придется очень много еще поработать, чтобы мост заработал на все 100%. Этот мост по праву можно назвать самым дорогим, он обошелся в 12 миллиардов рублей. Построить его удалось за 4 года, хотя изначально на возведение закладывали 5 лет. Символично, что с окончанием работ на этом объекте закончилась и трудовая деятельность директора Красноярского филиала компании «Симмост» Василия Иванова. Я закончил этот объект и хожу. Я работаю уже 40 лет в этом коллективе 7 моста отряда 1975 года. Мы построили за это время все сооружения, которые строили, мы участвовали. Мы их не считали количеством, они все разные, все индивидуальные. И сегодня же стало известно, что властям удалось договориться с Федерацией о финансировании развязки на Волочаевской. Из бюджета страны будет выделено 50% необходимой суммы, а это 8 миллиардов рублей. Остальные деньги должен вложить город. Я уверен, что вот эти унылые берега и Несея, и унылые районы города Красноярска, которые здесь существовали и на левом, и на правом берегу, они станут совершенно другими. Пройдет совсем немного времени, и эти районы станут совершенно другими, потому что дорога, мост, транспортная коммуникация – это жизнь. Сейчас же пока ведутся только подготовительные работы строительства масштабной развязки. Шестиполосная магистраль окончательно соединит 4-й мост с улицей Копулова в 2018 году. Юлия Комлякова, Вячеслав Казаков, Афонтова. Новости.